Добрый день! С вами Наталья Самойленко. Сегодня мы поговорим об очень животрепещущей теме в необычном для нас формате. Разговор пойдет об улитках и слизнях, которые всегда были и есть самым настоящим испытанием для наших садов. Как вы заметили, мы достаточно скептически относимся к народным методам, так как многие способы борьбы с болезнями и вредителями на практике оказываются малоэффективными, дорогими или требуют больших трудозатрат от садовода. А мы утверждали и утверждаем, что в саду нужно отдыхать, а не сутками бегать от грядки к грядке или от растения к растению. Но в борьбе со слизнями старые детовские методы показали себя объективно дешевле и эффективнее. На просторах интернета гуляет очень много вариантов борьбы со слизнями и улитками. И если честно, о многих мы узнали впервые. Сегодня мы разберем наиболее популярные советы и хотим предложить зрителям нашего канала не просто в комментариях рассказать, как они решают эту проблему, но и снять небольшой видеоотчет о своем методе. Таким образом, мы совместными усилиями сможем найти ответ на вопрос волнующих многих садоводов. И как знать, возможно, это станет хорошей традицией. К примеру, можно будет задавать видео-вопросы, наглядно показывая и рассказывая о своей проблеме. Как и куда можно отправлять свои сюжеты, вы прочтете в описании под видео или в разделе сообщества. Со своей стороны обещаю регулярный обзор на канале всех видео-вопросов и видео-советов от вас, дорогие подписчики. Несколько слов о природе нашего врага. Слизни и улитки – это моллюски. Только одни в процессе эволюции избавились от раковины. А другие – нет. Их стихия – это ночь. Именно ночью они наносят наибольший вред нашим растениям. А днем, когда ярко светит солнце, предпочитают прятаться в укромных сырых местах. Это неудивительно. По сырой и влажной земле легче передвигаться. И солнце не иссушает тельца. Каждая улитка и слизень несет в себе яйца. Во время спаривания улитка является и будущим отцом, и будущей матерью. Через 1-2 недели после спаривания улитки роют неглубокую сантиметра 3 ямку и откладывают в нее яйца. Теперь представьте себе, с какой геометрической прогрессией увеличивается их численность за сезон. И все они хотят есть. Причем их вкусы очень совпадают с нашими. И чтобы сохранить урожай и декоративные культуры, садовод все время ведет неустанную борьбу с ними, придумывая и изобретая все новые и новые способы. Давайте рассмотрим некоторые из них. Первый способ – это химический. Самое распространенное средство – это препарат Метта, который был разработан в Швейцарии. В нашей стране он известен под названием Гроза. Средство неплохо себя зарекомендовало. Она устойчива к дождю и действует в течение двух недель. Стоимость препарата – около 1000 рублей за килограмм. Продается она в мелкой фасовке по 15-60 грамм. Оптимально его использовать ранней весной, когда только-только проклюнулись первые росточки. Есть еще несколько химических препаратов, но пока что Гроза показала себя лучше всех. Суть этого метода в том, что вы рассыпаете гранулы вокруг растений или в междуряде, если это грядки. И таким образом сохраняете посадки от прожорливых моллюсков. Второй способ – это механический. Все просто. Ходим по участку и собираем улитки руками. Ну или можно организовать местную детвору. Кто первым соберет трехлитровую банку улиток, тот получит мороженое. Но главное – улитки нельзя давить. Во-первых, всех не передавите. А во-вторых, саму улитку-то вы раздавите, а вот ее яйца вряд ли. Таким образом вы только поспособствуете размножению моллюсков. Собрали, завязали в пакет или закрутили в банку и вывезли куда подальше. Улитки, ни коты обратную дорогу не найдут. Третий способ известен всем. Это ставить ловушки с пивом. В зависимости от масштаба бедствия, берете блюдце, миску или ведро и наполняете дешевым, ну или не очень дешевым, но обязательно живым пивом. Оставляете эту ловушку на ночь, а утром собираете урожай. Улитки, привлеченные запахом пива, упадут в ведро или миску, опьянеют и утонут. Метод очень действенный, но ведь в эту ловушку могут попасть не только слизни, а вдруг на нее набредут домочадцы или попадется кто-то из соседей. Мне, как ценителю пива, не очень нравится идея делить живительный напиток с какими-то слизнями. В этом случае можно взять виноградный сок или простую воду, добавить пол-ложки дрожжей и столовую ложку сахара. Результат, думаю, будет таким же. Четвертый способ я никогда не проверяла, но умные люди пишут, что слизняки – любители цитрусовых. Это означает, что можно взять кожуру от грейпфрукта или помелы, вечером разложить ее в особо стратегически важных уголках сада, а утром вместе с кожурой выкинуть улиток и слизней, при ползших полакомиться кожурой. Пятый способ – это использовать медную проволоку или ленту. Медь отталкивает улиток, между слизью и медью происходит реакция. Улитка получает небольшой электрический разряд и умирает. Медная проволока раскручивается вокруг вашего цветника или наматывается на кустарники и деревья, особо страдающие от улиток. Говорят еще, что старые советские монеты содержали медь, и если их рассыпать по периметру или по цветнику, то эффект будет такой же. Я не пробовала и не уверена в этом, но если у кого-то на чердаке есть мешочек со старыми монетами, можно проверить. И мы с вами или опровергнем, или подтвердим этот совет. Шестой способ нам предлагает Министерство сельского хозяйства США. И особенно он понравится кофеманам. Они предлагают использовать кофе в борьбе с моллюсками в двух вариантах. Первый – охлажденный заваренный кофе вы заливаете в опрыскиватель и орошаете растения. Второй способ, мне кажется, более эффективным. Кофейный жмых рассыпается вокруг ваших растений. Заодно он работает как удобрение. Считается, что маленькие вредители умирают на месте, а взрослые в панике разбегаются. Вроде бы от кофе у них учащается сердцебияние, что и приводит к их гибели. Правда, у метода есть и побочные эффекты. Во-первых, некоторые листья теряют окраску от кофеина. И некоторым полезным насекомым тоже вреден этот напиток. Во-вторых, после двух поливов или дождя кофейная гуща теряет свою эффективность. И нужно снова ее обновить. Это же сколько кофе нужно выпить? Тут проблемы с сердцем начнутся не только у моллюсков, но и у владельца участка. Седьмой способ – это использование в качестве отсыпки мелкий гравий и сосновую мульчу. Передвигаться по такому материалу улиткам и слизням не очень приятно. И они, скорее всего, не останутся на таком участке. Кто-то использует яичную скорлупу, кто-то – скорлупу грецкого ореха. Говорят, зола также эффективное средство. Восьмой способ – это природные хищники. Если жабы и лягушки – ваши частые гости, то проблем с улитками и слизнями у вас, скорее всего, не будет. Но если нам нравятся сказки и мультфильмы с лягушками и змеями, то в жизни не все хотят видеть на дачном участке соседей и земноводных. Одно дело – сказка, а другое – жизнь. Тогда, возможно, вам поможет семья ежиков. Или можно завеститься с арок. А если вы прикармливаете птиц зимой, то летом они тоже будут неплохими помощниками в вашей борьбе со злостным вредителем. Девятый способ – это чесночный спрей. Измельчайте сухой чеснок, заливайте его водой, настаивайте и опрыскивайте свои растения. Говорят, что улитка и чеснок совместимы только в одном случае – это виноградная улитка под чесночным соусом. Ммм, вкуснятина! Но заместо чеснока можно использовать уксус. Десятый способ – это растения, которые не любят улитки. Горчица, чеснок, петрушка, розмарин, базилик и, по слухам, лилейник. Хотя, мне кажется, что совсем недавно я видела семейку улиток, доедающих шикарный куст лилейника. Одиннадцатый способ – это ставить пластмассовые воротники вокруг растений или ловушки. С готовыми ловушками соглашусь, а вот воротники пойдут только в зоне огорода. Не думаю, что куст хосты в таком воротнике сильно украсит ваш участок. А вот рассада вполне себе прилично будет смотреться. Двенадцатый способ – это изменить схему полива. Улитки предпочитают влажную землю. Это облегчает передвижение и ускоряет их движение. В связи с этим можно стараться поливать утром, а к вечеру почва высохнет, и по сухой почве передвигаться будет сложнее. Это должно сделать ваш участок менее привлекательным для сухопутных моллюсков. Тринадцатый способ – не забывайте рыхлить свои посадки. Этот простой агротехнический прием не только улучшит состояние растений, уменьшит рост сорняков и сократит количество полива, но и сократит популяцию улиток, так как они откладывают свои яйца в почве. Ну и четырнадцатый способ – он, конечно, не уничтожит, но очень усложнит слезнякам жизнь. Это уборка листвы. Под опавшей и полузгнившей листвой улитки прекрасно устраивают себе дома и кладки. Так зачем же облегчать им существование? Я могу долго продолжать, ведь способов действительно очень и очень много. В войне с улитками и слизнями все методы хороши. Но хотелось бы, чтобы участок все-таки не походил на поле битвы, где из-под кустов торчат ловушки, расставлены капканы, а вокруг огорода растянута колючая проволока. Хотелось бы совместными усилиями найти то волшебное средство, которое поможет нам эффективно бороться с этой напастью. Поэтому я еще раз предлагаю всем поучаствовать в этом проекте. Присылайте видео, а самое интересное мы разместим на нашем канале. До скорых встреч! Не забывайте подписываться и оставлять комментарии.